привет мои дорогие любимые представляете никакого дождя не передавали я вышла конечно зонтика не взяла конечно можно было вернуться но смотрю там маленький сейчас пройдет ага и один человек пошел зонтиком потому что не было дождя иду сейчас капюшонник как валенок но он-то не очень большой но как-то знаете под зонтиком было бы комфортней то есть айфон иногда знаете передает 90 процентов и дождя вообще нет а то вообще решил что дождя не будет идем так интересно первый раз такой честно всегда передает дождь него нет а тут наоборот получается по чистые колечи просто прелесть на так спокойненько но я быстро правда иду хорошо что дождь вот как был маленький так он идет маленький принципе можно без зонтика идти но правая нога у меня мокрая из-за того что кроссовок и он новых не купила еще да уже я иду классно хотя видите луж нет ну просто понимать если подошву не очень нормальном состоянии то никуда не денешься вот вчерашний рент и кар что я вам снимала здесь это прям все их машины просто я вчера летела я думаю что это их машина он ведь их слышно ваших музыкант я просто знаю что если я пойду той дорогой я обязательно зайду к ним я позовь церковь слышите клёву если вы когда прохожу сюда думаю чё это дой не пошла там думаю юля классно играет вот видите сколько машин я вам когда снимала были было только две там уже сколько здесь здесь ну понятно видимо было солнце люди взяли на прокат осенний дождик понятно что никто не возьмет ну то есть много вчера летела даже толком не показала и сегодня на музыкантов не попаду потому что сегодня прямой эфир по пятницам потому что нету прямого эфира привет мои любимые дорогие мы сейчас собираемся ехать на пляж кони алты потому что сегодня все таки будут самолеты мы думали что отменят но утром уже были какие-то соревнования переградили дорогу девочки говорили я не видела потому что я с другой стороны к церкви подхожу вот так что едем вот это аквариум мы проехали проезжаем сейчас как раз именно но никто не знает будут они или нет конечном итоге что решили я знаю в тот раз когда были самолеты то ну машины вообще не могли проехать тупо стояли я шла быстрее чем машины ехали сегодня будут или нет отменили или все-таки есть они никто не знает смотрите горы в тот раз помните он говорил что нет снега да а сейчас есть нет не интересно да были осадки да у нас дожди были значит город и снег кто-то написал а если снега нет значит теплая теплая весна будет я говорю откуда же я знаю тут нет тут есть это же погода вы мне так спрашиваете будто у меня там наверху какие-то связи есть никто не может предугадать особенно сейчас связи с тем что идут катаклизмы какая где будет погода непонятно мне кажется все-таки что-то будет потому что в обычный день я не думаю что вот прям столько машин что-то уже заградили здесь что-то будут строить здесь когда-то был мини сити сейчас мини сити если кто-то не знает находится возле по парка а здесь еще неизвестно что будет мы же столько едем чтобы где-то остановить машину оставить остановить он декон корнер парк корнер парк не могу так считается как-то неудобно а что-то за речка а я сюда просто никогда не доходила мне не надо было сюда доходила мне не надо было сюда доходить здесь окажется еще какая-то речка есть потому что если полбия хотел мне кажется кто-то с вас упоминал этот отель и корнер парк знаете почему я здесь не была потому что если я даже дохожу до сюда то я возле моря там вообще нигде оставить машину можно было там завернуть но там точно нет я думаю что назад не говорила не говорила пойду пешком но так быстрее будет я назад за 40 минут дойду а машиной это до машины надо будет нам идти вот оттуда наверное минут 20 а потом выезжать еще час что проходка еще не обеспечены не говорите что удобнее машине поверьте если я знаю что я застряну где-то в пробке я лучше пешком пойду я буду спокойно смотрите сколько машин это и так это еще половина думать что не будет самолетов а я так думаю что все-таки будет потому что ну полиция и утром уже собак без секретного арбе сен-гюрдума да ваш сезон будут гонки на велосипедах отец негде ставить машину вообще да все-таки один плюс в том что я пешком хожу то что он не надо искать где остановить машину пришел и пришел собер и джады балык только значит рыба вот рыбный ресторанчик у них есть лошадки вот смотрите какой красивый отельщик учил байт маленький такой но прикольный он микрос джет не микрос джет немножечко мне кажется чуть-чуть повыше цены чем обычно не просто вот на машину поставили где нашли конечно и не знаю как это потом находить и идем оказывается мы объехали вот эту речку смотрите прям водопадик водопадик не знаю что это могли бы конечно чуть-чуть покрасивее сделать что-то но видимо не очень думают об этом я так понимаю что все ищут где остановиться кстати вот такая маленькая речка как я вам показала на турецком будет дэре до большая не хир я шутки мы еще нормально приехали вы знаете мне кажется что всегда так происходит просто я никогда машина не ездил видите все занято все мамочка лаги повесить главное надо было кран и привести что флаги повесить эти все просто сейчас уже выйдем там где люди будет побольше места нет просто если самолеты будут это круто я не знаю как получится видео снять только что спросили охранник сказал что наверное не будет что он вообще не знал что должны были быть самолет вот так поэтому мы решили посидеть где-то в кафе я конечно залезу среди моря но правда сегодня волны так что еще подумаем просто собрание какие-то там еще заиграл гимн и все остановились вот как шли так и застыли ведь вообще никто не двигается я даже застыли как шли так и застыли вот такой когда я такое вижу уважение то есть все стали когда даже сидели на лавке кто они стали кто шел остановился и вот ты ты видишь и сразу так ну плакать хочется честно настолько такое уважение идет там совсем маленькие детки могли еще бегать да вот это албия майдан вот как бы то что я вам показала раньше то где мы сейчас идет это я шам парк и не сама не знал я уверена была что это понял ты пляж ну написано я шам парк и так и вами говорю и вот это обе майдан то есть сегодня здесь должны были быть праздники ну связи с событиями последними отменили будет просто сборы так что мы идем прогуляемся я вам что-то покажу и потом пойду в церковь листочки почему-то такие коричневые вроде бы и дожди были почему так и кажется это новые посадили деревья если их не было и они наверно нет не сильно прижились арабика кофе не было здесь и вам даже не снимался дадите какая качеля смешная а я уже все на таких не могу пытаться что-то мне не очень еще не мне кажется даже меньше людей поможет еще не вечер так как всегда это занимается сейчас видите погода хорошая красота да сегодня как-то спокойнее или мне так кажется или просто тогда я привыкла чтобы был такой ажиотаж рыбаки сидят видите шоком ребенок катается по по камням я вот так сейчас тоже пойду понимать и но сейчас так и пойду надо перекусить а потом это можно в море лапти ребенок едет на на дерево вот просто и ему нравится понимает а шиши надо в дерево в таранец артистка или это папа ее в дерево это папа руководить ребенком вот как так можно да вот велосипедисты как всегда на роликах дошли до водного спорта я не помню тут раз а я туда просто шла смотрела там поэтому мы решили бы здесь есть но вы знаете по моему сесть некуда не ответственно в этот столик вижу мэйджи губистро все полностью заняты а бензинер юки нефтенечки не хочу сходиться серединку тоже не хочу такой суток он дозер юки гиды лимашка я не думала что столько людей можно здесь есть я не хочу я хочу там где-то улице шап вот этого нет в центре анталии может я не видела просто может каких-то торговых центрах есть хотя я ему все снимала торговых центрах а что это айс найс вафли может тут а вот зачем они вафли я не стешить хочу нет юлишер поднимать а вафли саши наверно все какие-то маньяки мамочка сколько людей обалдеть норсмен ну пошли норсмен посмотрим вот это наверно завтрак был я мне кажется невозможно столик найти это надо утром занимать а вот какой-то вижу вижу мамочка мамочка кстати как будто я даже не знаю чем это сравнить все этот уже занят ну и тогда вот этот остается итак мы уходим в нофленд показываем здесь идет завтрак вот то что вам видно и на английском написано это очень хорошо мне не придется переводить но вкратце скажу сверху это все как глазуня да ну яйцо с чем-то еще вот такие цены видите семит фондю это смит фондю это турецкая глазуня скажем так омлет турецкий омлет по 17 лет в принципе так же как и в судну но может где-то есть конечно дешевле кашарлы омлет 21 это омлет стоять ветерочек есть маленький но я уже все равно до майки разделась да так это что тосты как-то так знаете все написано что есть тост так 37 лет тост нормально а потому что там еще и котлетка есть там все что только можно 25-31 с колбаской тосты это все смешанные по 33 лиры ну на английском есть кто захочет разберется слушай это очень много тогда переводить надо будет конечно плохо что они не сделали на русском я думаю я вот это заказала да потому что всюду есть мясо или курица мне нельзя уже а вот креветки можно с под сыром да по 46 лир ну я скромный человек ну я не думаю что делать не ну можно конечно была или грибы заказать по 23 лиры ну я решила раз в выходной значит гуляем грибы я могу дома поесть скажем так как мы говорили картошку мы можем и дома покушать на отдыхе можно и побаловать себя 7 недель поста можно побаловать в последний день так это сырная тарелка 54 лиры йогурт с картошечкой 24 лиры пататы тоже картошка пожарена 14 лир ну в принципе можно съесть что-то перекусить салаты пошли тонн балыклы салата в принципе вот с рыбой салат можно было июля заказать скромно по 32 лиры ну потом пошло с курицей 32 это что из гары сабзили короче просто овощи 28 лир 4 это курочка 38 короче вот вы меня просто недавно по моему в прямом эфире задавали вопрос меню не меню а чек который нужно заплатить в кафе на пони алты я конечно ответила что извините я ж не знаю что вы будете заказывать да можно креветки заказать за 54 лиры а можно картошку за 14 тоже сэндвичи вот куриный да 33 ну то есть честно вам скажу вот рыбный сэндвич еще или можно было заказать за 21 лиро нет 35 прикольно да а вот это за 21 это авокадо и с сыром тоже сэндвич представляет авокадо с сыром а все одно на пост нельзя короче цен имеет ресторан пост еще бургеры так много бургеров с грибами за 55 и что ж там такие а там бургер вот ты наверное вот такие бургер 55 лир ребята за 55 лир можно стики все есть ну хотя может и нет как будут бургеры ага я поняла Норсман это в принципе бургеры а вот еще пицца есть нет не только бургеры маргаритка 25 итальяна 42 вот разные разные а вот их фирменная пицца стоит 46 лир тон баллы пицца рыбная 33 вот тоже можно было заказать ну еще не вечер я не буду долго мне же пешком потом идти вышли к машине мы сюда шли 25 минут нормально еще 20 минут и я уже в церкви буду макарончики вы знаете как я люблю макароны просто обожаю кто не знает у меня папа работал на макаронной фабрике когда не выдавали зарплату и мы получали тренинг папа получал зарплату макаронами вы понимаете что все что можно было придумать с макаронами мама уже придумала и мы ели это по моему года два поэтому да я могу есть макароны в очередной случаях суп лимон лута вот а вот это мы перешли на главное меню я думала уже было главное столько всего было лексиканская 36 тысяч вот эти какими стаканами для водочки да я решила не брать как всегда потому что все таки креветки думаю не буду рисковаты вот это тоже главное еда главная страва не могу перевести главное блюдо горячие блюда вот горячие блюда юля вот и пошло сладости терами 133 лиры якась магнолия 18 это музу челекли ореолу короче банан юля на английском написано все поняли что бананы клубника и печенька орео вот такая вкусотища может даже я попробую чизкейк а может чизкейк Юля а может закаточную машину либо закаточная машина продается веду на море плавать ножки мочить да еще планируется встыгнуть дундурма очень красивое слово для мороженого только я не могу понять а 5 лир шарик дундурма а помните мы вчера а так представляете вот сути 5,50 помните я вам показывала вот я сейчас вспомнила поэтому здесь не очень даже и дорого по сравнению с уссутом так это у нас сусло сусле мельдер это чтобы добавлять в шоколад в это мороженое не знаю что это за черное мороженое подождите ааа это уже другое кафе пошло они вместе в шоколад в шоколад в шоколад в шоколад в шоколад в шоколад прикольно да два кафешки они в одном меню положили потому что ну мы это сели вот смотрите вот айс найс да то есть там только вафли и вот а меню одно на двоих холодные кофе такие красивые почем слушайте все написано я даже не больше 17 лир а вот это с алкоголем кофе а алкоголю кафе сангер дуну оттуда оттуда 39 лир представляет вот это в жиру так выпить и веселый такие пешок турецкий кафе семь лир ну вот вам видно все пошли чай чай даже 4 лиры так что не пугайтесь все таки если уже все потратили все равно можно посидеть так это что все таки чайи наверное мамочка да это чайи извините ветер не сильный но как-то не держится оно тазе су лары короче это соки наверное да фреш джус я уже с турецкого не могу через телефон переводить но я что-то немножечко затормаживаю фреши смузи понимаете смузи они кстати не всюду есть милкшейки может милкшей возьму да 18 21 все пошло пиво 2150 вот такие цены и пошло через это да решки безалкогольные коктейли тоже есть вот цена 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 мамочка и вот здесь куча коктейлей даже называть не буду там такие замудрованные названия и цены тоже как бы замудрованные я в шоке коктейль стоит 54 лиры у меня 56 лир стоит креветки так лучше креветки взять под сыром зачем себе коктейль вот это да я еще могла когда-то выпить этот белис но сейчас нет вот колар вот колар представляете на треском вот колар множественная водка будет это единственное число 440 лир бутылка водки я сейчас чуть-чуть спала 520 Russian стандарт платину ребята сколько стоит вот такая бутылка водки у нас дома я понимаю что еще пост начался но я никого не соблазнаю как бы пить водку нет я немножко в шоке что такие цены могут быть на выпивку 420 все я не комментирую я вот так просто похожа вы скажете это вообще нормальные цены я думаю зачем люди столько на алкоголь тратят денег это же бешеные деньги ну для алкоголя зачем то сколько еды можно купить или бедных накормить зачем это я наверно никогда не снимала вам алкоголь что ли или просто вау я чуть-чуть у шоке но вина чуть-чуть конечно попроще я не думаю что в магазинах так дорого я думаю это просто здесь так дорого потому что ну разрешение на алкоголь продавать это тоже немалые денежки good food and more хорошие еды и еще чего-то да вот такая у нас погода смотрите принесли и даже 20 минут не прошло сделали посмотрим вкусно или нет мой знакомый вот это заказал мясо с лавашом и с ларазыми соусами посмотрим приятного аппетита ну что вам скажу вкусно все-таки немножечко они острые сделали я просила не острые но они все-таки острые сделали он ананасов дизайн говорит что мясо вкусное только хлеба не принесли я конечно могу без хлеба есть но лучше все-таки с хлебчиком потому что оно жирненькое такое ну честно скажу креветки вкусные да очень вкусные то есть мне кажется что вот это немножко переперчили итак заключение немножко переперчили все-таки не заостро ну скажем так овощи нету смысла есть потому что они еще более острые чем сами креветки но креветки вкусные принесли аж 2 2 хлеба вот этот немножко черстый вот этот свежий и знакомый сказал что мясо неплохое но немножко твердое если немножко твердое ему нет значит очень твердое я думаю что в таких кафе нужно все-таки заказывать сладости и коктейли или картошку жареную тогда нормально будет все-таки на рыбные вот такие или мясные нужно идти в специализованные ресторанчики в состоянии изменили расследование